И Сына, и Святого Духа. Аминь. Сегодня, братья и сестры, наступила третья неделя Великого Поста, неделя Креста Поклонная. И сегодня мы чтим честной и животворящий Крест Господний. Крест Господний, образ которого был явлен человечеству издревле. Страшна казнь Креста. И, как сказано, страшен Крест был человеком еще задолго до пришествия Спасителя. Образ Креста страшен. Есть некая актуализация окончательного чего-то. Что-то окончательное видится в самом образе Креста. Когда ты пригвожден к Кресту, то, собственно говоря, у тебя не остается больше никаких попечений, кроме того, чтобы принять смерть достойно. Я имею в виду, скажем так, не то, что там как-то картина, да, как рисуют, да, каким-то особым там образом, да, какой-то особой позе. Нет. Просто не растерять себе те крупицы веры в жизнь, которые еще остались. Ты один навстречу всему миру. Весь мир перед тобой. Он у твоих ног. Но ты неизбежно вынужден. И в этом тайна Креста. Тайна, которую не понять тем, кто всячески его избегает. Непостижимая тайна животворящего Креста Господа. Весь мир у твоих ног. Но ты умираешь навстречу ему, а не обладаешь. Это и есть Крест. Почему мы не можем постичь тайну Креста? Потому что мы не хотим умирать. Мы гоним от себя эту мысль. Не сегодня, а завтра. Пусть умрет этот, но не я. Пусть следующий умрет, но не я. Пусть кто-нибудь наконец-то умрет. Или, как сказали первосвященники и священники, пусть лучше один умрет, чем мы все пострадаем. В этом есть тайна Креста. Кто понял ее, у того есть любовь. Либо умереть, либо послать на Крест кого-то вместо себя. И это тяжелый нож. Как в Писании сказано сегодняшнем. Кто хочет душу свою спасти, тот ее побудет. А не многие ли сегодня пытаются воплотить именно этот замысел? Относять к Богу с неким расчетом. Ты сохрани то, что мне хочется. А я сделаю вид, что служу тебе. Не сегодня ли это происходит в основной своей массе? В народе Божьем. Не расчет ли возобладал над истиной? Если ты Христос, спаси себя и нас. В этом вопросе виден еще один вопрос. А Христос ли ты? Мы все видим. Мы все понимаем. Вроде глупцовцы среди нас немного. Но дело и вид, что есть какой-то еще запасной вариант. Есть запасной вариант, конечно. Придел Второй Христос. Он уже здесь. Второй Христос здесь. Имя его Антихрист. Тот, кто придет в местных Христов, он не будет против Христа. И где в Писании не сказано, что он будет называть себя противник у Христа. Он придет в местных Христов. Так и сказано. Анти. Представка анти означает вместных. Она означает против, да? В некоторых случаях. Но также, наряду с этим, она означает и вместных. Вместо Христос. То есть, Христос, лишенный основного своего значения. Он не ведет к спасению. Эдакий удобный вариант для князя мира сего. Он называет себя Христом, но он не мешает проводить его работу в жизни. То есть, это изначальный раб князя мира сего. Если вам нужна аналогия с Писанием, то это то, когда князь мира сего говорит Иисусу, «Подянись передо мной, и я отдам тебе все, что ты пожелаешь». Вот антихрист – это исполнение этих слов. «Подянись передо мной, поклонись мне, дальше делай что угодно. Веруй в животворящий крест, веруй в спасительную силу, каких-то там заслуг, еще чего-то, да, рассуждай о грехе и о смерти, делай все, что угодно, но ты уже мой, и тебе не выйти из этого состояния, потому что ты подубил Бога не сердцем, это брак по-насчету, это ложный брак, потому он распадется неизбежно на составляющей части. Даже Иуда, и тот был куда, был отучастив этих первосвященников. Даже Иуда, которого так сегодня порицают да многие, а за что его порицают? Он исполнил обетованное. Это он надлежал Богу. Так, в случае. Это трагедия. Но помните слова, которые сказал Иисус Билан. Горе тому, кем Сын Человеческий предается. И эти слова были не об Иуде, эти слова были освящены и первосвящены. Горе тому, кем Сын Человеческий, они его ответили в Иуде. Не юг. Задумайтесь над этим. Это целая трагедия. Просто очень легко человек отсутствует, поставить его клеймо, налог на штамп. предание, бах, все. А кто дал тебе прав? Ты же не знаешь, как Бог это рассудит. Ты не заглянул в душу Ему, сыну еврейского народа. Чтобы заглянуть в душу, тебе самому надо стать единым целым. Не так это просто. Не так это просто. Чтобы вообще кому-то заглянуть в душу, надо стать с ним единым целым. Потому и причастие означает причастность к целу. потому и оскорбить и предать нас может только тот, кто сидит с нами задним стороном. и никогда иначе. Потому и предали Его первосвященники и старейшие на них священники, чтобы Он был с ними в одной церкви. Своя от своих предок. Ради настижение личной цели. Ради того, чтобы их не тронули. Пусть умрет Он. Умри сегодня ты, а завтра Я. Это слава Ниджи. Страшная форма, по которой живет мир, принявший вместо Христа. Христа. Кто хочет душу свою спасти, тот ее неизмешно погубит. Расчет здесь не уместен, здесь вера имеет вес. Вера. Чтобы воскреснуть, надо умереть. Не получится воскреснуть, умереть на половину. Придется умереть полностью. со всем, со всем, что есть, со всем, чего нет. Потому что ничего нам не предупреждает, пол существования. Все нам дано во временное поле. Умереть и воскреснуть навстречу новой жизни. Если что-то тебя нет. что расчет всегда ведет к погибели. только любовь ведет к спасению. А вот тайну любви постичь через расчет невозможно. Только полностью раскаившись своей ошибкой. Самый припомнить вам слова из старшего уже классика, фильма про Ганнибала дектора, да? Известного пилемиографического маньяка. Мой друг со мной играет зло, когда стою и перед ним. Он расправляет мне к злу и рабство тешит свое. Таковы игры с князем вверх сего. Он делает вид, что дает тебе свободу, но наслаждается при этом твоим рабство, потому что держит тебя на принц. В этом его расчет. И твой расчет, поскольку ты его принекла речью. Вся история человеческого рода построена по этому принципу. Мы приносим в жертву часть тех, кто нам единокровен. ради того, чтобы наступило будущее, которое мы прогнозировали. Все войны, революции, междуусобицы, все суть, фундамент, на котором возводится новая, все более величественная цивилизация. В прошлом Египет, и Воберон, и прочие центры мировой цивилизации, построенные на крови и договоре с князем мира всего. и сегодняшний Воберон, он никуда не делал свою жизнь. И потому так особо страшно прикосновение к этому. Вопрос где я внутри Вавилона или снаружи как дальше будет. Можно сказать, что и Лот жил в Содоме и остался правил. Это истина. И Бог спасло, когда пришло время его спасти. И это тоже истина. А почему? А потому что он не вошел в условия с князем мира всего. Он не позволил растоптать то, что было ему дороже самой жизни. У каждого из нас это есть внутри. И поэтому не надо никогда ругать то, что дал тебе Бог. Кто дал тебе право человек унижать собственную достоинсть? Будь достоин лучшего. Будь достоин зваться Сыном Божьем. Будь достоин стать частью Божества. Не принижай в себе то, что дано тебе как дарь. Ибо ты проявишь неблагодарность. А это один из самых подлинно страшных грехов. Все можно понять по-человечески. Я даже несколько рассуждаю над тем, что сделал Будда, приписываю его некий восторг и торопливый с тем, что наступила весна под нам. У него просто скрушило голову. Он потерял разум. Он перестал просто понимать, что с ним происходит. Он отдался на свободу своей каких-то из больших его. Так кто же может быть, Те, кто не свободен в ходе, к тому, чтобы объединять его и другу, до тех пор, пока не одержит победу, до тех пор, пока не выйдет победитель. Собственно говоря, этому и посвящены многие аскетические богатые упражнения для того, чтобы подчинить себе природу, которая также находится в их тибетчинке. Господь, собственно говоря, очень человек не потому, что человек ненавидит природу. Не путайте некоторые вещи. Нельзя ненавидеть то, что создал Бог. Это беззаконие. нельзя это ненавидеть. Надо почувствовать это, принять и найти свое место в отношении к этому. Но никак не относиться к тому, что сотворил Бог с ненавистью. Даже дьяволу мы не имеем права ненависти. искать защиту от него да. Вскрыться от него да. Не входить с ним в какие-то договорные отношения да. Но ненавидит. Потому, что то, что сотворил Бог есть его творение. и если он не произнес над этим суд окончательно, почему же это делаем или мы выше Бога. Но если мы выше Бога, тогда судить себя будем мы сами. А это самое страшное. суд. Потому, что у Бога хотя бы есть милосердие. А у нас нет. это подлинно страшный суд. Это подлинно ад и преисподнение. Потому, что у нас есть хотя бы упование на то, что он милосердничен. А потому постарается и нас спасти. Что же мы губим его творение? Что же мы обретаем все на погибель? Не потому ли сатана имеет такую власть над нами? Чтобы сами ее ему отдаем. Таким образом. Через нашу нервность. Через нашу злобу. Через наше желание все уничтожить. То, что нам не нравится. Вместо того, чтобы принять очевидную истину. Все мы Божьи существа. Все мы Божьи существа. А то, что произошло, это величайшая трагедия. Величайшая трагедия, которая никак не может быть решена логическим уравнением. Она решается только нелогическими уравнениями. Совершенно аналогичными. Это то, что мы называем любовью. Это уравнение, которое не поддается анализ логики. Потому все, что существует, оно продолжается и до нынешнего. Потому что есть сила, которая удерживает все от погибли. И эта сила сама находит себе ту жертву, которую необходимо принести. Я говорю о Христе, конечно. Она сама направляет родившуюся в мире Бога навстречу всеобщему воскресенью. еще раз повторю, чтобы вас это отложилось варить. Нельзя воскреснуть, не умеря совсем. Нельзя воскреснуть. Если мы что-то за собой оставляем, то мы еще живы для этого дела. В этом есть тайна креста. И если мы причастны, то должны относиться к этому с достоинством и с похожим. Так надо. А в том, что мы воскреснем, если распнемся, мы не до садим. Аминь. Арцес сирос сиропо сиропо